Значит, к нам приехал человек, который решил пройти стажировку. Стажировку, занятия он проходил у одного известного одесского мастера Анатолия Лексова в зале, и у меня здесь, на природе. То есть мы ввели этого человека как бы параллельно. По двум эпизодам там и у меня объяснил, почему у человека кое-что не получается, и что происходит, и как с этим бороться. Потому что это, скорее всего, будет типичная проблема, и я хочу ее озвучить и для всех остальных. На одних из примеров. Анатолий Лексов давал, вот скажем так, ну назовем это прием, взятый из советской школы боевого самбо. На рычаге, выведение противника из равновесия, способен добежателям, или фиксацией, болевым воздействием дальнейшее конвоирование. То есть вот этот момент. Я приведу пример, на своем примере, это некие состояния, естественные реакции нашего тела на внешние раздражители, и как получить эту естественность, и как наработать эти реакции. То есть вот как бы две такие, да, здесь есть цепочка движений, уже немножко отшлифованная по сравнению с тем, что давалось в советский период. И есть вот такая вот не совсем понятная, то, что я тут наплетаю. Почему, скажем, там что-то не происходило? Значит, ну как бы не то, чтобы не происходило. Почему там у человека или не получалось, или получалось, ну не так, как он ожидал от себя, или там чуть-чуть корявенько. Ну, а потому что, скажем так, вот звенья одной цепи, да, идет атака на зону. И если я не умею четко уйти с линии атаки, ну как пример, да, выбрать нужную дистанцию, у меня нету ненаработанного чувства тайминга, мне дальше делать как бы и нечего. Дальнейшая техника для меня уже, ну как бы немножечко, может уже и не понадобится. То есть я должен с каждого эпизода получить гарантированный результат. То есть у меня должно быть это наработано. Дальше. Рычаг на руку. Как его взять, да, надо, ну скажем, грубо, поймать руку, да, провести технически грамотно, технически право на этот рычаг. Знать, как усилить его, какими своими движениями. Знать, скажем так, нюансы, чтобы не вступить в борьбу с сильным противником и в этой борьбе проиграть. То есть уметь брать преимущество, уметь себя усиливать, выполнять правильно данный рычаг. Это надо наработать как отдельный элемент. Конечно. А до какой степени его надо наработать? До получения гарантированного результата. Иначе, если ты в цепочке одно звено поломал, то ты разорвал всю цепь, у тебя идет канва движений, вычлени одно у тебя, ну, как бы прекратится. Дальше что там? Удар ногой человеку. Ну, они там били в грудь при надетой защите. Ну, не суть важна. Можно в живот, можно ниже, можно по ногам в том числе, по коленям и ниже. Для чего наносится вот этот удар? Не просто для того, чтобы ударить ради удара, а для того, чтобы растянуть положение человека. Облегчить себе задачу выведения из него равновесия. Значит, мы должны выбрать нужную дистанцию, использовать тайминг, иметь наработанное и поставленное движение своей ноги и получить гарантированный результат с этого эпизода. А когда этого всего нету, откуда ему взяться? Дальше. Вывели человека из равновесия. Как выстроить себя в такое положение, занять такое пространственное положение, чтобы он падая не атаковал, тем более, если, допустим, оружие он из рук не выпустил. Ну, к примеру, да? Даже по инерции махнув там рукой, ногой, чтобы он вас не задел. То есть ваше положение тела должно принять грамотную позицию по отношению к этому противнику. Как его при этом отконтролировать, как его добить, самому не потеряв баланс, самому не потеряв равновесие, находиться в состоянии комфорта, иметь возможность передвигаться в любом направлении, наносить поражающие удары, при этом все видеть, все слышать и знать, что вокруг вас творится. Это надо наработать. Надо. То есть получается, как бы, элемент один, да, ну вот такая вот, скажем, сегментированная вам сейчас, да, я не говорю, сложно-координированное движение, а сложно-составное движение. А когда этого всего нету, откуда этого взяться? Понятно, что у человека нету вот этой базы наработанной, а причем рычаг кисти наружу, это один, это базовый элемент, и он должен быть наработанный, его надо правильно и грамотно уметь исполнять. И поэтому человек немножечко, может, даже где-то расстроился, потому что он ожидал от себя большего, при этом имея другой двигательный навык, и там, в том числе и в других единоборствах, здесь что-то вдруг пошло немножечко не так. Это процесс обучения, это нормально, я просто объясняю, на что обращать внимание. С каждого эпизода вы должны наработать на гарантированность, то есть действовать четко, в автоматическом режиме, чтобы работала мышечная память, подсознание и все такое прочее. А теперь, что касается парка. В принципе, все, что я говорю вот про то, оно переходит и сюда, то, что я вот сейчас про наше скажу. И то, что я говорю про наше, оно четко ложится на то, где мы там учим какое-то конкретное действие, как заученный прием, например, или как заученную комбинацию, как наработанную комбинацию, то есть серию движений каких-то. Что здесь происходит? Оно все объединено, я просто так на двух примерах привожу. Значит, что происходит? Нарабатываем там, допустим, естественные движения, и есть как бы цепочка, алгоритм, который к этому ведет. А человек видит у него образ конечного результата. А какой конечный результат? Ну, к примеру, инструктор. Инструктор показал начальную фазу движения, и человек, конечная фаза движения, и человек упал. То есть выведен из равновесия, и он упал. Дальше пока остановились, добивание, недобивание, несут вам. И вот у человека образ какой, в голове, ну, зачастую. Вот точка А, вот точка Б, и у меня вот этот вот человек должен упасть. И он и лезет в этот образ, он и лезет в человека, чтобы вот свалить. А что происходило между точкой А и между точкой Б, для него это как бы и не существует. А вот само обучение, здесь начало движения, или серии движений, каких-то действий. Здесь конечный результат, а вот обучение находится вот в этой середине. Это как раз и идет та цепочка, которая там, да, ушли с линии атаки, вы заняли нужную позицию, пространственную, нужную дистанцию, да, перехватили руку с ножом, провели рычаг на руку, опрокинули противника, добили его, поклонились, развернулись, убежали. То есть вот эта вот цепочка, она как бы выпадает. Человек стремится получить результат, не пройдя вот эти промежуточные результаты. А что здесь можно сделать, как с этим бороться? Ну вот от меня рекомендация какая. Задачи, приоритеты расставить немножко по-другому. Человек ставит себе задачу, видит образ человека, как бы поверженного на землю, которого вывели из равновесия. А здесь приоритет должен быть немножко другой, задача должна быть другая. Я не ставлю задачу вывести человека из равновесия. Я ставлю задачу научиться выводить человека из равновесия. Опорно-двигательный аппарат работает при этом. Его надо научить? Надо. Чувство дистанции надо? Надо. Тайминг нужен? Нужен. Мышцы, связки, суставы должны быть подготовлены, должны иметь те же мышцы, память двигательную какую-то. Должны. Мозги участвуют в процессе. Участвуют. Сколько процентов подсознания, сколько подсознания, сколько сознания, что чем занимается, какое общее состояние, какой эмоциональный фон и все такое прочее. Это надо воспитать? В процессе этого надо. Как смотреть? Что видеть? Как охватывать? Как брать информацию? Это надо в себе воспитать? И во всех этих эпизодах. Это я просто как два примера приведу. И вот наш организм надо к этому подготовить, к этому и этому научить. И мышцы, и связки, и координацию движения, и вестибулярку свою, и все, 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 все. А это будет только наработано не в точке А и не в точке Б. Это начальная точка, а то конечная точка. И это все нарабатывается в промежутке между этими точками. И если мы делаем какие-то там движения и стремимся изменить картинку в свою пользу, взять, допустим, тактическое преимущество. Мы должны научиться делать так, что если я что-то неправильно сделаю в середине, дальше мне можно уже и не понадобиться что-то делать. Меня уже и так там заберут. И это при всем при том, когда вы работаете на человеке, который вам может где-то даже немножко подыгрывать или берет состояние манекена. А если человек начинает контрить ваши действия, вносить помехи, пытаться контратаковать, навязать свою структуру ведения боя, взять над вами преимущества, в том числе подавить вас психологически. А если вы не можете противостоять психологическому давлению противника, что вам дальше делать? А как вы можете оказать психологическое давление на противника, если вы вот такой вот? То есть вот это как бы звенья одной цепи, и эти цепочки надо понимать и проходить. Как это все нарабатывается? Да очень просто. Тренировки, тренировки, тренировки. Пашем, 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 пашем. Тренируемся, 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 тренируемся. Надоело тренироваться, начинаем пахать на тренировке Пахать, 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 пахать Все, других тут путей нету